МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск.Здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Никак не могут развязаться. Сколько денег нужно, чтобы достроить гидроузел? И почему некоторые эксперты сомневаются в целесообразности его возведения? Не стена, объедем. На какие хитрости идут перевозчики, чтобы выйти на маршрут, несмотря на запрет мэрии, что чиновники намерены с ними делать? Все, что плохо лежит, что чаще всего воруют в омских магазинах, и почему среди шоплифтеров все больше взрослых людей. Играй, музыкант! Как юные дарования из разных уголков России и Казахстана проявили себя в Омске перед взыскательным жюри на конкурсе скрипачей и виолончелистов имени Шпета. Теперь обо всем по порядку. Счетная палата выявила нарушение на 52 миллиона рублей при возведении Красногорского гидроузла. Цена госконтракта на строительно-монтажные работы по усилению оснований сооружения оказалась завышена. А вот судоходный шлюз вообще не возводили, хотя средства на это выделяли. Сейчас период паводка. Внимание спасателей вновь будет приковано к гидроузлу. Мой коллега Данила Выжевский побывал на гидросооружении, пообщался со специалистами, а заодно выяснил, почему проектировщики могли ошибиться с местом возведения гидроузла, и чем это грозит омечем. Красногорский гидроузел называли важнейшим инфраструктурным сооружением. Строить начали в 2011 году и собирались успеть к 300-летию города. Комплекс должен был обеспечить водоснабжение Омска и спасти Иртыш от обмеления. Прошло почти 6 лет, плотину так и не достроили. А вместо всех ожидаемых плюсов, сейчас это сплошные минусы. Дома жителей поселка Горячий Ключ расположены всего в нескольких сотнях метров от плотины, и каждый год их затапливает небольшая речка, которую перегородили строители. Прошлой весной она развелась вдоль дамбы, размыла дорогу и добралась до участков. Вода в огородах стояла по пояс. Вот от этого коленного берега, вот от коленного, вода поднимается, вот где мы стоим, вот здесь все будет затоплено. Все будет переходить плавно туда, и вода будет идти вот на даче. Естественно, поскольку гидроузел перегородил все здесь. В воде деваться некуда. Впрочем, водоотвод еще можно построить, в крайнем случае расселить поселок. Но всех проблем это не решит. Как говорят в Общероссийском народном фронте, то, что возвели строители, противоречит не только принятым документам, но и вообще здравому смыслу. По техническому заданию гидроузел должен в том числе улучшить судоходство на Иртыше. На карте совсем другая картина. Корабли будут заходить в шлюз Красногорского гидроузла по берегу. Вот есть точка захода в шлюз, где должна располагаться. Вот она есть. У вас она тоже есть. Точка захода в шлюз, где должна располагаться. Она находится на береговой линии. Это точка захода в шлюз, которая рассчитана согласно действующих правил судоходства. А вот точка захода по проекту. Впрочем, чиновники уверяют, в грандиозное сооружение уже вложены миллиарды рублей. Бросать стройку нельзя. Проект будут переделывать. А пока губернатор нашел деньги только на то, чтобы весной не размыло возведенные конструкции. Всего 30 миллионов. Инженеры, работающие на Красногорском гидроузле, говорят, этих денег не хватит даже на то, чтобы законсервировать объект. На достройку гидроузла требуется еще порядка 9 миллиардов. Но точная сумма будет известна только после прохождения главы госэкспертизы от корректированной проектной документации. А сколько денег тратится или нужно тратить на консервацию, чтобы сохранить его до достройки? Эта сумма равняется порядка 90% от той суммы, которая необходима для достройки объекта. Легче достроить его, чем законсервировать. А инженер-гидротехник Василий Фисенко утверждает, гидроузел в том виде, в котором его задумали, не нужен вовсе. По мнению ученого, если гидротехническое сооружение заработает в полную силу, вода в артыше поднимется и встанет течение в омке. Это уже происходило в 1967 году по естественным причинам. Выпало слишком много осадков, и за несколько часов омь, говорит ученый, превратилась в болото. Водохранилище увеличит объем воды в 2-3 раза. Значит, раз объем увеличится в водохранилище, скорости в нем упадут до 0,12-0,15 сотых. То есть все, что, извините, какое, будет течь, и все стоки, которые поднуть, будут течь, оно все будет оседать. Омск ожидает катастрофа. Кроме того, экологи предупреждают. Плотина изменит скорость течения, а значит, деформируется берега и дно Иртыша. Но есть и более важная проблема. Если уровень реки поднимется хотя бы на 2 метра, вода затопит скотомогильники, расположенные в пойме. Данилов Ижевский, Антон Щетинин и Анатолий Серов. Омск здесь. Еще один важный объект, который так и не появился в Омске – метрополитен. Начали строить его практически сразу после развала Советского Союза. Несколько раз стройку замораживали за отсутствие денег, возобновили в 2005-м. И с тех пор закопали, точнее, вложили в метрополитен 12 миллиардов рублей. Метровагоны так и не пошли, а деньги уже потрачены. Много ли это? 12 миллиардов? И на что еще? Важное для мечей можно было бы потратить такую сумму. Не утруждайтесь в расчетах, мы уже сделали это. На 12 миллиардов рублей можно было бы купить 3876 автобусов или 609 модернизированных трамвайных вагонов для пассажирских перевозок по городу. То есть 5 раз полностью обновить автобусный автопарк и 7 раз трамвайный. На эту внушительную сумму можно было бы построить 15 дорог-дублеров, например, для улиц 70 лет Октября или Красного Пути. То есть сейчас в пробках мы могли бы и не стоять. На 12 миллиардов рублей можно было бы также построить почти полмиллиона квадратных метров жилья. Не было бы сейчас и очередей в детские сады, ведь на 12 миллиардов можно было бы возвести 62 дошкольных учреждения. Основатель мостовика Олег Шишов вышел на свободу из правительную колонии. Он покинул утром в минувший вторник условно-досрочно. В заключении провел больше половины назначенного срока. Осудили его, напомню, на 4 года за уклонение от уплаты налогов и мошенничества. Встречали Олега Шишова у ворот колонии только жена и водитель. Так попросил сам основатель мостовика. Поговорить с Олегом Владимировичем не получилось. Он сейчас не общается с журналистами. Но вот его супруга рассказала, что несмотря на усталость, он еще полон силы, рад, что вернулся домой и обязательно продолжит работать. Естественно, в сфере строительства. Стать мэром Омска изъявили желание пока 6 человек. По крайней мере, именно столько заявлений от кандидатов на пост градоначальника поступило в приемную комиссию. Это неизвестный в политических кругах Дмитрий Щапов, общественник Константин Исупов, а также экс-комендант Космодрома Восточный, представитель партии Родина Игорь Бруй и сотрудник исправительной колонии номер 6, участвовавший в прошлогодних праймере с Единой России по выборам в Госдуму Игорь Козловский. Коммунисты выдвинули от партии Виктора Жаркова, бывший депутат Заксобрания региона в 2012 году, когда мэра выбирали всенародно, набрал 29% голосов. А еще один кандидат, депутат регионального парламента Игорь Антропенко, стал единственным из всех претендующих на пост мэра, кто пришел в комиссию с готовой программой развития города. Это не маршрутный газель, а просто такси. Как перевозчики пытаются объехать закон, расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. ХПИП. Город звучит. Хорошо там, где есть Радио Дача. 101.0 FM в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Это программа «Омск здесь». Двигаемся дальше. Водители омских маршрутных такси продолжают работать, несмотря на запрет власти. Но теперь газели выходят на линию на вполне законных основаниях. Как-то возможно в нашем городе. И на какие ухищрения идут нелегальные перевозчики в других регионах, узнала Елизавета Василевич. Эту газель пассажиры ждут на остановке специально из-за удобного для них маршрута. Хоть и мест в салоне теперь всего восемь. После запрета на пассажирские газели Алексей Женбаев переделал свою машину в легковое такси. Автомобиль с шашечками госавтоинспектора останавливают часто, но отпускают. Все документы у водителя в порядке. Я могу ставить любую табличку и ехать куда захочу и когда захочу. Спрос есть, пассажиры есть. Доход, конечно, не такой большой, как раньше был, но жить можно. У меня, например, трое детей. Идти официально за 10-15 тысяч в месяц – это, не знаю, смешно. Не нарушить, но обойти закон перевозчикам помогают коммерсанты. Чтобы запрещенная газель снова могла выйти на линию, нужно около 15 тысяч рублей. За эти деньги снимут лишние сидения, наклеят шашечки и оформят лицензию. Будут наклеены и, скорее всего, будет название «Совместная поездка». Чиновники, объявившие войну газелям, к такому ответному ходу оказались не готовы. Обеспечивать, во-первых, техническое состояние, контролировать ситуацию, чтобы, скажем, перевозчики проходили медосвидетельствование, просто невозможно. То есть у нас в департаменте транспорта рычагов нет. Так же, как этих рычагов не будет и у ГДН. В Томске тоже нашли способ уйти от штрафов. Проигравшие аукцион водители одного из маршрутов вернулись на линию вопреки запрету. Свои поездки по городу они теперь называют экскурсиями. По заказному ездим, так можно. Меня поставили просто в условия такие, перевозчики наши новые. И таких автобусов только на этом маршруте с десяток. Билеты не продают, а зарабатывают на пожертвованиях по 15 рублей с пассажиров. Приписка «Культурно-развлекательное направление» позволяет работать на законных основаниях. В Челябинске перевозчики, которые не выиграли конкурс, работают по-прежнему. Теперь на их автобусах указаны направления – театральное, ученическое и научное. Названия даны по ориентирам. У кого-то микроавтобус идет до университета, кто-то проезжает мимо театра. Все, что могут чиновники, взывать к совести пассажиров и просить поддержать рублем и билетом легальный транспорт. А остальным объявить бойкот. Вот только от горожан подобной принципиальности требовать сложно. Особенно после долгого ожидания на остановке. Елизавета Васильевич, Дмитрий Головко и Анатолий Серов. Омск здесь. Дальнобойщики по всей стране на этой неделе начали бессрочную забастовку с требованием отменить систему взимания платы «Платон». Ассоциация сибирских перевозчиков акцию не поддержала. Движение по-прежнему выступает против системы, но там считают, что останавливать работу – значит разориться. Напомню, владельцы большегрузов, вес машин которых превышает 12 тонн, не хотят компенсировать нанесенный фурами ущерб. В конце марта министр транспорта Соколов призвал ограничить движение по региональным трассам для неплательщиков «Платона». Сейчас в период таяния снега большегрузом во многих регионах Сибири запрещают ездить по улицам городов, чтобы уберечь дороги от разрушения. И логика проста. Весной грунт переувлажнен, и когда по таким дорогам ездят многотонные грузовики, асфальт, под которым уже нет прежней надежной опоры, разрушается в разы быстрее. Песок, размокший от влаги, тянет за собой щебень, и в образовавшейся пустоты стягивается асфальтовое покрытие. Замечу, что официально в Омске по центральным магистралям фуром ездить запрещено. И еще об одной автомобильной теме водителям, чьей стаж меньше двух лет, наклеиваются познавательные знаки на авто нужно обязательно, иначе штраф. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Медведев. Также новичкам запрещено буксировать другие транспортные средства и возить крупногабаритные грузы. Еще одно изменение может коснуться наказания для стритрейсеров. За легкачество на дороге предлагают штрафовать до 500 тысяч рублей, а виновников аварий сажать за решетку. Какие еще изменения в правилах дорожного движения вступают в силу 1 апреля, и смогут ли они повлиять на ситуацию на омских дорогах? Вот об этом в нашей студии мы поговорим с мастером спорта России и Казахстана по автоспорту, в недавнем прошлом руководителем Омского отделения Всероссийского общества автомобилистов, а ныне директором Центра высшего спортивного мастерства Виктором Саблиным. Виктор Петрович, здравствуйте. Приветствую. Ну, позвольте себе начать беседу вот как раз с недавно принятого постановления о восклицательных знаках. На ваш взгляд, вот много спорят, надо клеить, не надо, чего-то боятся новички, а в то же время вроде бы как предупреждение всех остальных. Вот как вы считаете, восклицательный знак тем, у кого стаж меньше двух лет нужен? Восклицательный знак обязательно должен быть. Во-первых, у человека нет опыта вождения, человек не чувствует габариты автомобиля, он выезжает на дорогу, он всего боится, он от всего шарахается. Когда сзади идущий автомобиль видит, что у человека восклицательный знак, ну, то, соответственно, он совсем по-другому... Уже знает, чего ждать. Да, вот как у нас идет, к примеру, учебный автомобиль, да, мы уже все знаем, человек заглох, но есть, конечно, у нас такие водители, которые сигналят, там нервничают, да, по этому поводу. Сейчас в Госдуму внесли предложение стритрейсеров наказывать 500 тысяч штрафов или 5 лет лишения свободы, приравняв это к хулиганству. На ваш взгляд, вот эта мера справедлива? Ну, давайте посмотрим пример Германии. Стритрейсеров посадили за то, что, ну, там был смертельный, со смертельным исходом. Посмотрите, Москву показывают. Вот эти, как они себя стритрейсерами называют. Знаете, я один раз был в студии, у нас был прямой эфир. Вот дрэк-рейсинг, вот они там гонщиками все называют. И мы были в прямом эфире с Екатеринбургом. Я долго слушал это, потом, когда мне дали слово, я сказал, даже неэтично вам себя называть гонщиками. Какие вы гонщики? Вы уличные хулиганы. Чтобы назвать себя гонщиком, вы должны хотя бы норматив кандидата мастера спорта, выполнители первого разряда. Гонщик – это тот человек, который участвует в гонках, который выигрывает их, а на дороге себя ведет, как законослушный водитель. И выполняет все правила дорожного движения. Может быть, начинать с автошколы? Такой у меня вопрос еще. Может быть, нужно как-то поменять подготовку, контроль за этим? Вот с автошколы ведь все начинается. Вы знаете, я тоже с людьми разговаривал, с руководителями автошколы. Они говорят, если бы автошколу наказывали, если, к примеру, курсант закончил школу, в течение двух лет у него ДТП, а если серьезное ДТП, там два и больше человек, к примеру, лишают лицензии или приостанавливают лицензию, он говорит, да, тогда боролись за качество. А так нет никаких наказаний. Ну, то есть, что, как вот, проходил он свои часы положенные, не проходил, сдал на права, да, на тебе права иди езжай. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. А после рекламы расскажем, что чаще всего крадут в омских супермаркетах и почему магазины-воры не боятся наказания. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Омские полицейские задержали вора-рецидивиста, когда тот пытался украсть из магазина несколько пар женских колготок. Как объяснил, хотел сделать любимый приятное. Оказалось, он уже пять раз был судим за кражу. Сейчас против него возбудили очередное уголовное дело. Между тем, краж в омских магазинах становится больше. Правда, воруют теперь уже не только школьники, но все чаще люди старшего возраста. И зачастую как раз те, кто уже совершал подобные преступления, но наказания избежал. Не поймали. Какие товары из магазина воруют чаще всего? Мой коллега Дмитрий Ковалев попробовал вместе со службой безопасности одного из супермаркетов, что называется, на глаз определить вора. Этого омского вора-неудачника обсмеяли сотни интернет-пользователей. Женщина пыталась вынести из магазина бутылку дорогого виски, спрятав ее в капюшон, но промахнулась. Еще двое молодых людей пытались украсть одежду, но попались охранникам. Магазинные воры или шоплифтеры своими трофеями хвастаются в социальных сетях. Для шоплифтеров престижно украсть дорогой алкоголь или, к примеру, лезвие для бритв. Эти товары под особой охраной магнитные датчики снимают с помощью специальных устройств. Товары с едва заметным защитным микрочипом прячут фольгу, чтобы не сработала охранная система. Цель выбирают внимательно. Обычно это товары, которые стоят не дороже 2000 рублей. Так они страхуют себя на случай поимки, чтобы избежать наказания по всей строгости закона. За кражу товаров на такую сумму не посадят в тюрьму. На сегодняшний день кодексом административного правонарушения предусмотрена ответственность статьей 7.27. Это штраф. За крупные хищения предусмотрена уголовная ответственность, предусмотрена статьей 158 Уголовного кодекса. Главный способ борьбы с воровством в супермаркетах – система видеонаблюдения. Десятки мониторов и видеокамер. Но кражи продолжаются. Константин Медведюк едва ли не каждый день останавливает покупателей на выходе из супермаркета. Один забыл оплатить плитку шоколада, другой машинально положил жевательную резинку в карман. Такие люди не станут спорить и рассчитаются за товар. Но есть и те, кто и не собирался тратить деньги в магазине. Мы провели свой эксперимент. Смогут ли охранники вычислить вора? Естественно, подставного. Внимание сотрудников службы безопасности сразу привлек молодой человек с рюкзаком. Он беспорядочно ходил по торговым рядам и остановился у стеллажа с алкоголем. По виду можно определить, какой он, что он там, можно его прочитать. А можно по его качествам выбора покупки. Без тележечки, без корзиночки. Как бы человек суетится там, показывает свои странности. Украденную бутылку коньяка охранники заметили сразу. Позже увидели, как подставной шоплифтер прячет в карман крем. У вас при себе есть неоплощенный товар? Достаем. Шоплифтеров условно делят на несколько групп. Первые, в основном, молодые люди крадут только ради спортивного интереса. Цель других магазинных воров – дорогие товары, чаще для перепродажи. Два момента. Первый – это должен товар быть престижный, премиальный. Он должен быть достаточно дорогой, чтобы если там товар в магазине стоит 2000, можно было с рук продать его за 500 рублей, условно говоря. Зачем это делается? Ну, наверное, люди на этом зарабатывают. Таким образом, если получается, вынести. Скандалы на кассах вредят имиджу магазина. Поэтому на мелкие кражи здесь часто закрывают глаза. После резонансных случаев задержания пенсионеров в крупных гипермаркетах охранники не рискуют вступать в конфликт с пожилыми людьми. Но теперь в супермаркетах все чаще воруют люди со стабильным доходом. Все равно идет падение жизненного населения. Это, конечно же, некоторых людей, не только маргиналов, но и людей, которые в ходе реально падают, это приводит к попытке перераспределить, как теперь в любых случаях говорят, кусок пирога в пользу себя лично. И это не является таким вот процессом, который связан с серьезными угрызениями совести. И тех, кто угрызением совести не страдает, немало. Сегодня кражи шоплифтеров – 2% убытков всех супермаркетов мира. В денежном выражении это миллиарды долларов. Дмитрий Ковалев, Алексей Попов, Евгений Русенко и Артак Мурадян. И последнее. В Омске поставлен новый музыкальный рекорд. Второй межрегиональный конкурс юных скрипачей и виолончелистов собрал больше 50 талантливых последователей Вильгелема Шпета – маэстро, воспитавшего многих профессиональных музыкантов. В наш город приехали представители двух стран – 13 городов. Моя коллега Светлана Иловнарова на протяжении всех дней конкурса наслаждалась игрой юных дарований. Когда я выхожу на сцену, я сначала немного волнуюсь, потом уже через некоторое время – нет. Как сели в поезд, а мама, я уже боюсь. Их упорство может позавидовать любой взрослый. Они не просто отдают музыке все свободное время. Они ее живут. Родители юных музыкантов шутят, что их дети ноты читают быстрее, чем тексты. С шести лет я с детского садика, с подготовительного класса я занимаюсь на скрипке. Второй межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени Вильгельма Шпета стартовал. Он стал рекордным по количеству участников. 54 талантливых музыканта из 13 городов России и Казахстана. Многим еще нет 15, но на счету у каждого десятки различных званий и престижных премий. Кристине Евсюковой из Томска всего 12 лет. И она побеждает почти в каждом конкурсе, в котором участвуют. Но на первом прослушивании юная скрипачка то ли от усталости, то ли не выдержав строгого взгляда членов жюри, а это педагоги ведущих консерватории страны, споткнулась. Каждый ученик должен пройти и через неудачи некоторых учеников это отстегивает, стимулирует еще больше заниматься, еще больше придает им желание. В следующий раз я сделаю лучше, я обязательно выиграю. Конкуренция здесь настолько высокая, что права на ошибку нет. Во второй тур конкурса не прошла и половина участников. Валерия Сенцова завоевала гран-при конкурса в номинации «Виолончель». Лучшими исполнителями в номинации «Скрипка» стали Валерия Абрамова и Татьяна Кричкова. Обе приехали из Барнаула. Они получили денежный приз и памятные кубки. И еще одна награда победителям – возможность сыграть с омским симфоническим оркестром. Ты не сам по себе, если ты играешь, например, с фортепиано, оно тебя всегда поддерживает, оно тебя всегда поймает. Если ты с оркестром куда-то полетел вперед или потерялся в тексте, ты найдешься, но если ты начинаешь как-то сильно отступать от темпа, то оркестр не сможет тебя даже, причем в желании, он не сможет тебя поймать, конечно, потому что просто у него тормозной путь огромный. Большая ответственность – аккомпанировать молодым. Потрясающие музыканты, некоторые из них могут дать фору профессиональным, взрослым, известным. Главную интригу конкурса раскрыли в конце награждения. Председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов международного конкурса имени Чайковского Анастасия Ушакова вручила четырем конкурсантам специальный приз – приглашение для участия в 10-м, 11-м или 12-м юношеском конкурсе имени Чайковского, причем без вступительных взносов и отборочного тура. Юношеский конкурс Чайковского, как мне кажется, это всегда какая-то новая ступень в жизни музыканта, в жизни человека, потому что это, конечно, конкурс совершенно высокого уровня, и там очень жесткий отбор, там все играют сложнейшие произведения, ребята со всего мира съезжаются и победители этого конкурса в будущем становятся звездами. Премии были удостоены скрипачки Дарья Манза и Валерия Абрамова, и виолончелисты Данила Гладких и Антон Тхай. Десятый юношеский конкурс имени Чайковского пройдет этим летом в Астане и станет еще одним шагом к большой сцене для этих участников. Светлана Еловнарова, Антон Щетинин и Анатолий Серов. Омск. Здесь. Гармонии и вам. Это была программа Омск. Здесь. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова